Жди меня Когда уж надоест всем, кто вместе ждет Жди меня, и я вернусь Не желая добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня Выпьют горькое вино напомин души Жди, и с ними заодно выпить неспешно Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло Кто не ждал меня, тот пусть скажет Повезло Непонятно, не ждавшим им, как среди огня Ожиданием своим ты спасла меня Как я выжил, будем знать только мы с тобой Просто ты умела ждать, как никто другой Здравствуйте, уважаемые телезрители Вы смотрите телеканал 6 ТВ, в эфире актуальное интервью Бессмертное стихотворение «Жди меня», которое написал известный, наверное, самый известный военный корреспондент времен Великой Отечественной войны Константин Симонов Прозвучало в исполнении Сергея Безрукова О том, какие сейчас военные корреспонденты Какие стоят перед ними задачи Чем они занимаются в зоне специальной военной операции Мы поговорим с гостем в нашей студии Это Георгий Мансуров Здравствуйте, Георгий Здравствуйте Военные корреспонденты Корреспондента телеканала «Соловьев Лайф» Наверное, еще можно бесконечно перечислять ваши регалии Вы пошли на СВО добровольцем Почему? Да, это был, наверное, шестой, пятый, шестой месяц специальной военной операции Это моменты мобилизации в нашей стране На тот момент я работал специальным корреспондентом телеканала «Звезда» Я уже ездил в зону СВО И повестка пришла моему младшему брату, родному, Александру Я принял решение вместе с братом, как и по-осетински, можно сказать Мы приняли решение вдвоем идти уже добровольцами Не дожидаясь повестки о мобилизации Собственно, и на следующий день мы так и сделали Мы записались в диверсионно-разведывательный отряд «Алания» Который формировался в республике Северной Осетии «Алания» Мы с братом живем в Москве Но по национальности мы осетим И решили вступить именно в батальон, который формировался в нашей республике Ну и следующие полтора года я провел уже как боец диверсионно-разведывательного отряда «Алания» Львиную долю времени я как раз таки работал с камерой в руках Плечом к плечу с бойцами Мы жили с ними Собственно, так я и сформировался как военный корреспондент Хотя необходимо учитывать, что военные корреспонденты времен Великого Симонова Это немножко другие специалисты Это кадровые военные И службу свою они несли не только с блокнотом и с пером Но и с пулеметом Как поется в известной песне о военных корреспондентах Это действительно настоящие военнослужащие С необходимой подготовкой В том числе для того, чтобы о войне писать и показывать А я все-таки, наверное, больше гражданский специалист Человек, который пришел в военную корреспонденцию В зону СВО как гражданский корреспондент Но мне кажется, там невозможно быть полностью гражданским Очень быстро переквалифицируешься Потому что если этого не сделать То твоя работа может очень трагично и быстро там закончиться Пришлось перестроиться и мне Наверное, если брать меня Который сидит сейчас с вами, разговаривает И того человека, который первый раз приехал в зону специальной военной операции Хотя это была не первая моя горячая точка Я и до этого в горячих странах кое-что поснимал И в Карабахе успел вместе с Семеном Пеговым и проектом Варгонза зацепить Но зона специальной военной операции для меня была вот такой Первой горячей точкой Где я прожил, наверное, не одну жизнь Внутри этих событий Ну я, наверное... Страшно? Конечно страшно Страшно там всем, кто понимает, что происходит То есть кто говорит, что не страшно, это неправда? Нет таких людей Те, кто говорят, что не страшно, не совсем понимают, что там происходит Что по тебе стреляет, что летит И, наверное, человек не совсем осознает Там, все несет смерть Вообще, хуже войны я в этой жизни ничего не видел И если при работе в Сирии, в Карабахе Это как-то в моей душе не отзывалось То есть я все это воспринимал как какое-то кино В какой-то мере, может быть, психика моя пыталась как-то оградиться А здесь почему по-другому? Вы знаете, совсем другие декорации, можно так сказать Потому что это наша страна? Конечно Ты видишь наших людей, наши панельки, наши дворы Людей, которые, по сути, на русском языке разговаривают Ты понимаешь, что хуже, чем война, которая в этот регион Пришла Запорожская область, Херсонская область Донецкая, Луганская Это те области, где я за полтора года поработал Я, наверное, поработал везде Кроме Белгорода, куда я съездил буквально три недели назад Если вы помните, подъезд многоэтажки В ходе попадания вооруженных сил в Украину был обрушен Я как раз туда ездил и провел около недели в Белгороде Получается, что на всех точках фронта Ну, за два года, получается, я побывал Если коротко, как военный корреспондент Я должен сказать о том, как изменилась ситуация За последние эти два года И с гуманитарной точки зрения, и с военной точки зрения Сейчас наши вооруженные силы поддавливают противника Ну, на трех основных направлениях Это Купянское направление, направление Часов Яра и Харьковское направление Плюс на Запорожской области и Херсонской области тоже идет Если мы работали в плане маневренной обороны То сейчас мы потихонечку ведем ползучее наступление Это связано с тем, что это не результат недели, двух Это результат долгой работы наших вооруженных сил Мы, чтобы привести к этой ситуации Наши ребята работают последние полгода Наносят огневое поражение противнику Ежедневно и за дня в день Я на связи с артиллеристами Которые уже на протяжении четырех месяцев Ежедневно, без выходных Работают по противнику И уничтожают, фиксируют уничтожение То есть за полгода такой ситуации Противник не мог сохранить те силы Которые он имел перед большим контрнаступлением летним Поэтому, по моему мнению, в ближайший месяц, два-три Возможен очень серьезный перелом на фронте Именно в нашу сторону Мы видим, что происходит в тылу у нашего противника Ну да, вы как человек, который непосредственно там находится Конечно, как бы, наверное, лучше многих знаете Что действительно происходит Ну, я бы хотел обратить внимание на то, каким образом обычных украинцев Сейчас хватают, вяжут и отправляют на войну И эти люди, которые попадают в плен к нашим бойцам Они буквально еще два-три дня назад Были обычными, точно такими же гражданскими И воевать они не хотят И они уже воевать Они не хотели воевать изначально То есть сейчас примерно половина из тех людей Которые с той стороны на фронт попадают Воевать категорически не хотят Это, конечно, не может не сказываться На общем морально-психологическом состоянии нашего противника И самое главное, чего он лишен Это спокойствие у него дома Вот, вы знаете, мы воюем Мы месяцами проводим в командировках там Только потому, что мы знаем, у нас в тылу, здесь, дома Все нормально, все хорошо и все в порядке Это, наверное, одна из главных вещей В которых должен быть уверен воин И как раз-таки этого ощущения наш противник лишен У них дома не все в порядке, у них дома не все хорошо Мы уверены, мы знаем, что у нас в тылу В том числе благодаря вам Все крепко, все в порядке И это позволяет нам дальше спокойно работать Я иногда говорю еще и от лица ребят по привычке Хоть я уже и вернулся Уже как месяц у меня закончился контракт добровольческий И у меня была возможность продолжить уже в качестве ведущего на телевидении Вернуться к своей профессии, что я и сделал Но я по привычке все еще говорю от лица участников специальной военной операции Потому что им и до недавнего времени являлся Но все равно те опасности, с которыми сталкиваются там наши ребята Которые участники непосредственно СВО Плюс и военные корреспонденты Буквально несколько дней назад погиб корреспондент Ньюсру Никита Ацицаги И это как бы очередная смерть Одна из многих смертей Вот на питерском экономическом форуме Владимир Владимирович Путин Сказал, что погибло уже Как минимум 30 человек И никто не дает возможности нам расследовать Что с ними произошло Вот он в разговоре с французскими коллегами Вообще погибло Больше 30 человек Просто некоторые из них В том числе кадровые сотрудники И сотрудники сопровождения от Министерства обороны Их вообще не принято публично Да, вот как наших коллег Там писать Говорить о них А это как раз-таки настоящие военные корреспонденты И до гибели нашего товарища под горловкой, под монастырем В него, кстати, прилетела в ПВ-дрон противника То есть противник четко видел, куда он бьет, зачем он бьет Обычно корреспондентов в камере всегда видно Сверху То есть у нас и пресса написана И в руке камера, а не оружие То, что мы являемся приоритетной целью для противника Мы знаем еще с 2014 года Совершенно официально В документах, которые присылают на передовую в штабы Было отмечено, что за уничтожение корреспондента российского солдат получает премию в размерах 5000 долларов Как за уничтожение особо опасного информационного противника или единицы Это было так сформулировано Буквально неделю назад В Донецке, в Донецкой области Под обстрел попала НТВшная группа Потерял руку корреспондент Если я не ошибаюсь, это был корреспондент группы Погиб оператор Да Его я лично не знал Но мы вместе работали в Донецке Я его как бы видел, я знаю этих Это были очень опытные коллеги Просто так бы они где-то Представить, что они ошибутся, где-то подставятся Очень сложно Это люди с десятилетиями опыта ведения войны Война меняется Меняется с каждым днем Причем так быстро меняется Очень быстро меняется И в том числе даже военнослужащие опытные Они говорят об этой войне Никто не знает ничего Она меняется буквально каждый день, каждую неделю И что очень радует, мы успеваем за ней В такой действительно сложнейшей обстановке В зоне СВО Та обстановка, которая здесь у нас Как бы вне зоны проведения специальной военной операции Вот в тех местах, где мы живем Не важно, будь это любой регион Это Москва или Хабаровский край Та мирная обстановка, спокойная Она наиболее, наверное, беспрецедентно важна И ее раскачивание А конкретно раскачивание Сейчас национального вопроса Как раз вы приехали Для участия в форуме народов Дальневосточного федерального округа И здесь у нас проживает Более 100 По-моему, 138 национальностей В Хабаровском крае проживает Если я не ошибаюсь И вот спокойная межнациональная обстановка Межконфессиональная Она очень важна Не только здесь, везде И вот вы как раз для участия в подобном форуме Вы и приехали Я сам осетин И на моей малой родине В республике Северная Осетия, Аланию Город Владикавказ Тоже по последней переписи Проживает более 120 национальностей Я не понаслышке знаю, что такое Наше настоящее межнациональное единство Которое можно увидеть, наверное, во всем мире Вот сейчас, действительно, только в России Это не вот это вот Американское общество межнациональное Которое нам пытались, да, показать Как пример Мы, мы россияне Пример настоящего межнационального общества И, наверное, вы вот как военный корреспондент Очень сильно столкнулись с этим единством Национальным Я хотела, уважаемые телезрители Представить вашему вниманию вопрос Который задала Также военный корреспондент Ксения Скотина Военкорписатель Голова пресс-службы подразделения Учебного центра Небесный воин Вопрос адресован Георгию Добрый день, Георгий Добрый день, Виктория Меня зовут Ксения Сейчас я нахожусь на СВО Я глава пресс-службы подразделений Учебного центра Небесный воин Центр подготовки пилотов БПЛА А также Центр разработки БПЛА И новых моделей РЭП В зоне СВО Мы работаем уже более года И достаточно эффективно работаем И в связи с сегодняшней темой разговора Хочу сказать, что у нас в каждом подразделении Есть множество людей С разными национальностями Разными вероисповеданиями И я не видела ни единого конфликта Именно по этому поводу Есть конфликты по поводу Какого-то личного недопонимания По поводу поведения По поводу даже Какого-то музыки или фильма Но по этой теме нет Я думаю, что фронт, он сближает Здесь ты живёшь В постоянном Как бы не ожидании Нет, наверное Понимании того Что сегодня ты можешь умереть И твой друг Неважно какой национальности Он тоже может принять смерть И это как-то объединяет Плюс общее дело, которое мы делаем Это, конечно, наша победа Мы к ней идём И она очень тоже объединяет Но Так как я человек из медиа И вовлечена в интернет Пытаюсь что-то переделать В этом мире Я знаю, что Идёт очень большой разгон Большой России А я делю всю Россию На большую и маленькую В связи с присоединением К нам новых регионов Идёт очень большой разгон По национальному признаку Мне это не нравится И я понимаю, кто это делает И понимаю, с какой целью Для того, чтобы развалить страну изнутри Как вы думаете? Как мы можем противостоять этому? И как донести до всех людей Что нет плохих национальностей? Есть просто плохие люди В каждой национальности Я хорошо понял вопрос Мои коллеги Прямиком Зоны специальной военной операции И Скажу так Как нам этому противостоять? Очень просто Нам просто нужно Принести то, что мы поняли Там Там, в зоне специальной военной операции Просто принести домой Да, вот это понимание того, что Вообще национального вопроса В окопе не существует Я вам говорю Как боец диверсионно-разведывательного отряда Алания У нас тоже порядка Там 10 или 15 национальностей Представлено в нашем подразделении И Честно говоря Мы вообще К вопросам национальности Мы их даже не поднимали Это настолько Вы знаете Наш противник сейчас Будет стараться бить нас По всем фронтам Максимально Искать слабые места Это не то, что он будет бить нам И в слабые, и в сильные места Он будет бить нас Это агония Агония нашего противника Агония украинской государственности И тех сил, которые их поддерживают И они будут бить нас везде В том числе и в тылы В том числе и по дальним уголкам нашей родины Мы это видим и по телефонным мошенникам И по событиям, которые происходят Но Понимаете Когда ты оказываешься в окопе Ты очень быстро перерезаешься От внешних всяких факторов В том числе от воздействия противника Именно психологического Да, какого-то И остается реальная жизнь Остаются твои товарищи Остаются Твои Сослуживцы Ты уже абсолютно не делаешь разницу Из какого он региона Какой он национальности Это твой товарищ Твой брат Что такое боевое братство Это когда ты готов прикрыть человека И готов в принципе свою жизнь Ты готов И он знает это Ты готов отдать свою жизнь ради него А он готов отдать свою жизнь ради тебя Это и называется боевое братство И когда такое происходит Это такое рано или поздно происходит Со всеми бойцами Которые оказываются В реальных боевых действиях Уже вопросы какие-то Кто откуда Они вообще даже Они не могут даже подниматься И все, что нам нужно сделать Это принести Это ощущение домой Сюда, домой У нас программа Начиналась Со стихотворения Константина Симонова Да Я хотел бы еще одно стихотворение Прочитать Оно очень сильно Мне в душу запало Оно тоже Можно сказать Про Константина Симонова И одного из наших Писателей Поэтов Сильвинского Симонов и Сильвинский Стоят обнявшись Смотрят на снег И на танковую колею Костя, скажите Кто это бьет по нашим? Те, кого не добили По нашим бьют Странная фотокамера У военкора Вместо блокнота Сжимает рука планшет Мы в 43-м освободили город Видите ли я? Выходит, что нет Ров Мариуполя с мирными Словно под Керчью И над Донбассом Ночью светло, как днем Чем тут ответить Илья Кроме строя речи? Огнем Повторяет Сильвинский Только огнем Это, наверное, стихотворение Про всех нас Это человек, который стоит С блокнотом И писатель И все, чем они могут Ответить нашему противнику Это огнем Потому что Других вещей, слов Он уже давно не понимает Спасибо вам Мы желаем вам Ну, наверное Большего количества Зрителей Слушателей В ваших программах Большего количества Единомышленников Там, где вы работаете Ну и победы, конечно, нам всем Спасибо вам, Георгий Что вы пришли в нашу программу Уважаемые телезрители У нас был Георгий Мансуров Военный корреспондент Корреспондент канала Соловьев Лайф Вы смотрели Телеканал 6 ТВ Актуальное интервью Оставайтесь с нами Будьте здоровы и счастливы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Редактор субтитру Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому